Пипец, Роджер Хайлайтер делает. Пробуй, заберте стат! По троим корам! Самый главный враг команды Наймпандос. Пятый Турментор, блядь, что с ним сделать, сука? Александр Левенникс, Александр Левенникс. Ну, я уверен, что урок Ламба патчи. Это 100%. Ну, его слишком сильным сделали. Вот представьте, вы покупаете Повис, который дает вам статы Армор плюс Монориген. То есть, все абсолютно, что вам нужно. Причем с артефактов, которые стоят копейки, и легко докупать, доносить на лайне, они будут полезны. Он блочит 300 урона плюс, ну, грубо говоря, умноженный на Армор своего союзника физического. Второй спелл блочит 100% магического урона. Да, это очевидный член на восьмой для Роджера. Вы, по сути, выхиливаете. Вот если сейчас смотреть по первой стадии, у Наймпандос овердрафт вообще в слюне. Вот. И, ну, герой еще, помимо этого, имеет сумасшедший макпрокаст, Пурж, который сейчас в этом патче просто брокен, потому что сейчас все пытаются нулик быстро купить, чтобы спуржить Кримсон, и там, ну, все другие дизейблы, ауры тысячные эти и так далее. И ультимейт, который Ньюзим издает. Чего, может, еще что-то героя добавить? Не, я просто имею в виду, что, ну, он как бы очень сильный за счет Повиса, но самые брокен изменения, ну, как в моем понимании, это типа второй спелл. Но они не должны были это делать. Ну, это, ну, это слишком сильный баф. Ну, Бист Чен — это пипец имба, я не знаю. Боже, они ТБ не забанили. Вот это они попали, конечно. Что-то они очень сильно в ТБ подставились. Сразу же выйти в ауры. О, для Антарса. Ну, я не знаю, у Наймпандос просто сумасшедший, ну, как бы, сигнатурный драфт. Вот прям вот они всех своих лучших героев забрали, и параллельно этому эти герои между собой синергируют, и еще и хороши против героев ликуют. Поэтому, если тут какой-то ниша не выкатывается на Эмбер Спирите, то я даже не знаю, что им делать. Что случилось с Рамзиом в такой плохой форме на этом турнире? Так нам же донатили говорили, что они в клубах отвисают. Я думаю, ну, может быть, это не... Ну, я считаю, что это пропорционально влияет на твою форму. Ну, вот Клопа — хороший герой, но Киатака на ней покупает полный мусор. Не знаю, может быть, он посмотрел, что на ней билдят нормальные игроки, и теперь будет тоже играть через Ганим, а не через Филоктерий и Фальконблейд. До сих пор вспомнил. У него был билл, Фальконблейд, Филоктерий, Вичблейд. Это самый вообще топ-1 мусорный билд, который я видел. Короче, мне нравится Лешак с Ораклом, потому что здесь его не убить из Оракла. А потом... Ну, тут не было больше просто героя. Плюс Ниша весь синт на Лешаке играл, это его Сигна. Но без Оракла это был бы слабый пик здесь, я уверен, потому что матчап в Куапу, и есть Рор. А вот с Ораклом, мне кажется, очень хороший пик. Мне нравится, на самом деле, пик Найн Пандас, но я считаю, что просто Ликвид команды, ну, на 4 головы выше, если не больше. Даже если... Даже если Найн Пандас выигрывает одну игру, Ликвид выиграет 2-3. Вот. Топ-3 мажора хороший результат. Да это... Это пиздецко хороший результат. Это вообще просто... Unreal результат. Сейчас поиграем. Тут нужно, чтобы прям все блистали, понимаете? В этой команде... Вот этот человек... И вот этот человек блистает. Плюс Роджер идеально зашел на стендине. Только на своих героях. Только на своих героях. Рамзе с... Чем дальше, ну, как бы... С каждой новой игрой играет все хуже и хуже. Сигнатурок никаких нет. Мейера стабильно нормально играет, но этого мало, потому что все хардеры остальных команд просто боги. И вот вы в итоге играете против 5 богов с двумя. Так еще и, ну, тактически, стратегически вы... Ну, просто... У вас просто кончились идеи. И все. Как он хорошо умеет стоит, наверное, шоке, офигеть. Но это ниша. Ниша разыгрался по нижней. Он с каждой игрой... Вот вы смотрите за нишей, он с каждой игрой все прибавляет и прибавляет, прибавляет и прибавляет. И они разберутся там с каким-то героем, типа Пэлла, вот как в этой игре, да? Который неплох. Убили Антарес. А, кстати, наверное, вот... Самая большая проблема на Энпанда, знаете в чем? В том, что Антарес... Очень сильно тельтанул в игре против Гладиаторс. Потому что после этого Мидаса, кто бы мне еще не говорил, но... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, зря или не зря. Хотя здесь, да, здесь он на моспи-тауре его просто откайтит. Умирает в боксе. Подходит ниша, пытается его динаить. Стан, пакет атаки. Есть еще одна молния? Нет, вовремя. Ну, у него там еще Феррик плюс капли был. Кстати, хороший-хороший килл. Но он все резцы потратил на это. Ну, хорошо, там еще Роджер подвал. А, нет, Антарес ему все. Антарес ему забудил банку и успевает на шестую. Я хотел сказать, что он все резцы потратил. И Ниша заберет активку. Но пока что непонятно. Нужно включать ультимейт ему. Умрет ниша. Есть Феррик. Нажимает Феррик, да. Прыгает. Ой-ой-ой, боксич, боксич. Да, успел бокси перекликать. Здесь же Инсене заберет Антареса. Бегут за киатакой. И атака, нет, не умирает никак. Блинк, одна секунда. Пробили его. Ну, хоть как-то разменялись. Плюс не дали регена. Если бы еще Клопа реген забрала, вот это было бы реально печально. Можем уже переключиться на Нентворце. Видим, что у Пэлла все отлично. Мид тоже выиграла Клопа. Ну, вот эти два килла и очень сильно, конечно, камбэкнули. Все-таки Лишак намного эффективнее качает лесочек. Так, бокси показал. Не успевает прыгнуть, что ли? Да нет, он точно успевал. Но он по ощущениям, наверное, не ожидал, что здесь вард или что. Опс, Клопа еще один килл. Забирает Клопа, поставляется в миде. О, как, что? Это что за молния была на километр? Не, ну понятно, что он ее нажал, типа, в тот момент, когда он еще был здесь. Но механика странно работает. Я думаю, вообще не бы ожидал, что на копе так умрет. В итоге еще бокси приходит, разбивает вард. Плюс убивает у нас Антареса, который пытался этот вард защитить. Тысячи голды за Ликвид. Сложно, сложно напрячь. Много Н6 стаков. Ну, качать... Ой-ой-ой, забрали большой кэм полностью. Причем Ниша забирает весь этот фарм. Неприятно для команды Ашер. В итоге Роджер вынужден перетянуться, а Мекки до сих пор у него нет. Улетает Микки, кстати, в топ на ПЛ. Есть реведж. На Рамзеса давят. Доппель кэдэ. Настоящего показали. Нажимается реведж, что даже Ниша не нужен. Ой, Микки не нужен, его убивают и так. Ошибка от Рамзеса. Пробился он, потратил доппель. В итоге Чен до сих пор не левел 6. Никак ему не могли помочь. И начинает уже... Ой-ой-ой, Зай решил задефать бот под Ораклом. Оракл левел 6. Оракла могут убивать. Инсения нажимает на себя ультимейт, выигрывает. Но тут нет реведжа. Подходит у нас Ниша. Ниша левел 9. Ну, кстати, для Найн Пандас идеальный файт. Так, летят на Антараса у нас. Ну, должны... Хотя, так, Хилачен, Антарас. Еще одна бочка. Очень много урона. Ниша больно ему. В итоге отобили всех. Я, кстати, не уверен был, что Ликвид должны были здесь вообще дефать. Надо было им отдать. Они же две вышки в одну разменивают. Ну, Зай до конца дерется. Ой-ой-ой, топорами сбивают. Какой фит от команды Ликвид. Просто всей командой пришли, сдохли за вышку, которую вообще не нужно было дефать. Это, кстати, ошибка очень... Ну, вот, как Клопа говорит, какая нелепая смерть. Ну, то есть, типа, здесь приходит абсолютно в тайминг Чен. С крипами, меккой, ультой. Все стягиваются. Плюс доминатор беста. Вы забираете две вышки за этот несчастный бот. Лучше вообще его не дефать. В то время, пока ТБ бил бы мид, Тайт бы профармил вот это все. Они бы ничего не потеряли, потому что Лишак бы профармил, мид бы слез. И все. Крипы бы подошли, они бы потом спокойно их закачали. У них было бы 2-3 тысячи преимущества. А сейчас, по сути... Ну да, они, по сути, проиграли 3К почти, да. С 20 с половиной. И в итоге Найн Пандас, по мнению Дота Плюса, сейчас еще и имеют больший шанс на победу. Забирает ДД у нас Киатака. И Као Саша ставит. Не, вообще прям билд дефолтный из прошлого патча. Он покупает ничего нового. Ниша пошел качать у нас Ншей. Да, у нее идеальная игра. Ну, типа 4-1-3. Но герой сам по себе... Ну, мне кажется, просто он не сильный, типа, я хз. Вот просто вместе не сильный. Кстати, Мейера нашел бокс Яныча. И делает соло-килл на боксе. Хорошая игра от оффлейнера. Команды на Найн Пандас. Инсения на Мейера. Мейера. Так, здесь же Ниша. Ну, это идеальный размен. Это идеальный размен. Четверку на тройку. Причем тройку топ-2 на Творц. Который топ-1 в своей команде. Ну, я не уверен, конечно, что стоило здесь еще Тирблейду прилетать. Но если он прямо сейчас заколит Рошу. Которого здесь нет. Потому что ночь наступила. Ну, наверное, может быть, думали, что героев здесь больше. Найн Пандас, на самом деле, больше сплетится по карте, чем любые другие команды. Они любят деньги покачать. Пошел Солор. Видит ли он-то Антареса? Смотрим. Да, видит он Антареса. Он сетапит его. Сразу же портит телепорт Антарес. Ну, слушайте, я не знаю, что с ним случилось. Один из лучших игроков этой команды. На Миньоре всегда 20-0. Вот после той игры, где он две игры идеальные на Скаймаге против Клуб Гладиаторс провел. Потом начал уже играть на себя. Вот он поняли? Он поменял свой плейстайл. Он начал играть на себя. И это не работает. Линии в говне. Посмотрите, в каком говне линии у Найн Пандас. Ну, они идут постепенно в бот. Бокси. Бокси. Сняли его. Байбека нету. Так. Пытаются разменяться тут как-то. Или хотя бы крипов убить. Аккуратно Ниши нужно быть. Его могут легко убить. Найн Пандас пятером оказывается здесь. Бежит Роджер. Убили второй домик. Ниши очень больно. Рор пошел. Инсения. Вынужден потратить ультимейт. Рамзес на него. Стан. Инсения убьют. Нишу тоже убьют. Так. Рэвиш. Грифсы. Или не убьют. Нет, там же Грифсы. Там же Грифсы под ультом Оракла. В итоге урона не хватает у Найн Пандас. Ниша фулл хп восстанавливается после билдстоуна и ульты. Но очень сильно его конечно этот бисмастер. Как же больно Рамзесу. Получает он стан. Но у Ниши нету маны. Рамзес успевает отойти. Зай танчит всю эту движуху. Служит с живым щитом для своих хоров. Ноль байбеков на карте. Сейчас будет байбек у нас у Лешака. Но Лешаку нужно как-то пригенить ресурсы. И Рошан через 10 секунд будет резаться. Но мета нажата. И Ликвид не могут его сейчас забрать. А вот Дайер с новым вторым домиком. А у него КД на домик. У него КД на домик. Ну потому что я не вижу как Дайер здесь АХ дефают. Вот он. Самый главный враг команды Неймпандос. Клятый турментор блять. Что с ним сделать сука. Регениться и регениться. Вторая фласка от Рамзеса пошла. Не понимает он бы как его убить блять. Заебал он уже всех убивает. В итоге в это время Ликвид времени теряет. Просто заходит Рошан. И если я ошибаюсь у бокса уже есть Солар. А нет он умер. Он умер и ему не хватило. Но есть просто обычная медалька под гуся. И они видели киотаку на варде в топе. И по-прежнему видят. Все-таки поставил он Аганим третьей шмоткой. И это посмотрите. Это Лешак. У которого по сути сейчас невероятная крит масса. Просто невероятная крит масса. У него Егиская Саша отрывала Бултстоун. Плюс он играет под Аракулом. И топ-1 на Торрес в игре. Нужно затягивать игру на Неймпандос. Нужно качать ПЛу Тараску. И качать Аганим Копия. И им нужно ждать эти тайминги 100%. Плюс Пайп на Бесте сейчас появится против Лешака. Это тоже очень важно. Тараски нет на ПЛе. Аганим Пайп есть. Но Тараски на ПЛе нет. Пока что ПЛ просто АПК фармит. Но фармит не так успешно как его команда. Блин. Если бы в этой игре Антарас бы играл как обычно. Ну Лига Циуани. Видите? Им плевать. Ну как бы. Они просто реализуют свои тайминги. Очень сильно дракон здесь конечно подосрал. Пробил Микки. Нужно чтобы Оракл его порегенил. Нажимается Пайп у нас от Мейера. Минус Т3. Микки стоит по-прежнему бьет. Дальше Бетерфляй против ПЛ будет покупать. Рамзес. Тараска кстати через 900 голды. Нажимается рэвис. Шикарный. Попробую. Заберзит стат. По троим корам. По троим корам. Стан. Ниша. Бежбридзаки атака. Рамзес. Лоу хп. Ниша. Попробует его добить. Но никого не убили. Но у Ниши получится ли добить Рамзеса? Нет. Никого не убили Ликвиды. Никого не убили Ликвиды. Нужно бежать Ликвидом. Ниша. Отдают его. Отдают его. Или не отдают. Инсей не остается. Разворачивается. Я вижу Микки боится. Нет. Нишу не отдают. Нишу не отдают. Как же было близко только что. Команда Ликвид могла просто закончить игру. Но они не хватило урона. Им не хватило. Ниша после Эгиса будет вставать. Зайс Дайгером. Может порезать урон. Ниши. Отдают. Отдают. Просто отдают. Не верят. Не верят. Не верят. Не верят. И правильно не верят. Это камбэк. Они были очень близки. Чтобы прямо сейчас закончить эту игру. Рэйвидж и стан по троим корам. Там просто не хватило урона. Жесткий камбэк от Найн Пандас. Это очень жесткий камбэк от Найн Пандас. И поставил Джега Ним у нас Бейсмастер. Вот так вот. Так. На Варде. На Варде видит Роджера сейчас. Могут его убить. Ну Рамзес здесь же. Ниша. Есть Булдстоун. Нажимает стан. Дождит Рамзес ультимейт. Булдстоун пока что. Так. Окей. Нажал. Здесь же у нас Зай. Нажали им ультимейт. Ну все. Тут походу их хоронят. Потому что Тироблэйд не готов здесь драться. Ниша. Дерется. Хотя вот ТБ только пришел. Но уже умер в цене. А Ниша без маны. Рамзес здесь Тараски просто их хоронит. Они их кайтят. И Рамзес скорее всего здесь всех убивает. Так. Не. Ну тут никак. Тут никак. Тут ЧПЛ уже дофармил свои слоты. Все. Все. Проиграли. Офигеть. Ну ликвицами закинули игру. Но в любом случае драфт слишком хорош у Найн Пандас. То есть у них реально прям чен под бестом. Под ПЛ. Проиграл я про свою сотку. Но от этого дота не менее интересней стало. Это точно. Но если Найн Пандас выиграют. То это будет вообще офигенно. Но я боюсь что просто они против Гладов не вывезут в финал. И там будет без шансов. Вот. Нажимается смок. Хотя даже за Рошана драться. А мне кажется никак не успеют. Нажали глифт. Но никак не успеют просто. А против Аегиса уже точно нужно будет принимать драку на хайграунде. Чуть быстрее бы если бы они были. И вот прям сейчас бы с Реведжем прыгнули. Зацепились бы за какой-то Аегис. Вот сейчас им нужно. Вот если здесь на отходе поймать Култа Кора. Не ПЛа. Ну типа Клопу какой-то. Или Сапов да. Ну не Антараса. Лучше Чена с зоопарком. Так. Реведж. Быстро убить Чена. Чена убили. Чен без бая. Нашли Мейера. Мейера без БКБ. Но его не получилось убить. Но Рамзес сейчас просто начинает всех резать вместе с Клопой. А дэмэджа нет. Окей. Добили Мейера. Инсения живет. Сандер. Киатака. БКБ. Блинкаут. Рома 200 жизней у него имеет. Ниша. Вышел после ульта Алхимика. Зай. Умирает тоже. Как же много конечно урона у этой Клопы. По ощущениям. Рамзеса хотя бы разок убить. Но он в Глимере. Он в Глимере. Микки бьет. Микки бьет. Бокси как. Окей. Выбили АЕ. Из бокса пытается сделать ТП. Микки тоже улетает. Слушайте. Ликкет. Ликкет. Реально хороший трейд навязали здесь. Удивительно. Они выжили в два основных кора. И он все-таки передумал. Молодец. Потому что Трапира не даст столько ДПСа как Дейдаус. Еще ее и потерять можно. Решение с Дейдаусом здесь намного эффективнее. 100%. Такое ощущение, что Чен реально, блин, мост имба. Знаете, когда он нажимает все свои кнопки. Им не хватает урона. Им даже сейчас тютельку в тютельку хватило. Ну вот сейчас уже в рефрешер Зай пошел. Конечно, два реведжа здесь пипец порешают. Что даже один нереально решает. Каждый раз Зай, ну, типа, офигенный момент находит для того, чтобы нажать этот реведж. Сопротивление магии 60%. Пизы 60%. Плюс еще мейдж слейер. Напали на Нишу. Ниша. Если Оракл не успевает, ульту. Успел ульту. Оракл нажать. В итоге Ниша регенится. Пошел у нас реведж на Антараса. Ну, подставились. Опять ликвиды. Ниша подставился. И, скорее всего, это ГГ. Но это худшая драка для команды Рейдинг, которая только может быть. И Микки еще подставился. Ниша закинул. Ниша закинул два раза подряд. Один куда-то бежит. Отпушивает мид. Когда враги ведут такое количество голды. Ой-ой-ой. Киатака колит трон. Форсит бай. Бай раз. Ну, там без бай у нас ТБ. Без мета ТБ. И без реведжа тает. Ну, с Бестом под вторым домиком и с Ченом можно трон разломать. Блин, как же этот аганим хорошо работает, этот ТБц. Очень крутой шмот. Очень сильный. Летят везде эти дротики. Так. Окей. Три бая. 22 тысячи преимущества. Немножко отошли. Добивают мид. Реведж 95. ТБ даже, когда встанет, он будет без меты. Микки. Ой. Бокси раскастовывает арену. Ну, какой смысл? Он саппорт. Эта арена ничего не наносит. В итоге спокойно падает у нас мид. Т4 последняя тоже очень лоу хпшная. Пошли бить бот. Понимаю, что меты нету. Две стороны забрали. Ну, конечно, как с такой ситуацией уже катку проиграть? Вообще непонятно. Успевает БКБ нажать. Киатака на развороте. Пошли. Ой, как много урона у этой клопы. Это просто жесть. Как много урона у этой клопы с этими дротиками. Это уже не та мусорная клопа из прошлого патча. Вот эта шмотка очень сильно ее бустит. Ниша, ниша, ниша. Что ж ты будешь делать? Куда ж ты бежишь? Куда ты бежишь, малыш? Ниш. Кекс почти укропы. Блин, киатака слишком хорошая, конечно, в этой игре. И Мейера тоже. Рома тоже молодец. Типа, свои задачи мы выполнили. Это стоп-какс. Он нафармил. Он не нафидил. Он выиграл. Все, пошли заканчивать. Хотят в этом смоке найти пиков кого-то на базе. Но на базе никого нет. Ликвиды вообще разбежались. Сейчас на варде видели у нас нишу. Пошел у нас киатаку. Боже, какой он вообще гигачак. Просто блинкается. Ломает Т4 в соло. Есть байбэк. Смотрим по байбэкам вообще. Коммандер Радиент имеет Микки байбэк. Так, Рэвич пытается сберстить киатаку. Но продлить нечем. Потому что стан уже нажимали. В итоге Рор нажимается на Микки. Пэлл начинает делать свою грязь. Зай очень больно. Зай пытается жить. Зай умирает. Зай без байбэка. Он покупался недавно. Микки нажимает манту. Есть Сандер. Сандер нажимается на иллюзию. Там ЗС продолжает бить. Не хватает урона на этого Пэлла. У него просто сумасшедшее количество здоровья. И сопротивление к магии. Лишак не пробивает его даже близко. В итоге можно просто бить трон команде Дайер. Потому что Радиент... Ну, у них нет урона. Квапа. Как же много деможа по Терроблейду. Терроблейд покупается. Но Квапу не убить. Она кидает свои дротики. Скримы, дротики, скримы. И Нан Пандас выигрывает 1-0. Ну, браво. Браво. Красава. Киатака просто красавчик нереальный. Разъебал. Разъебал без шансов. Перепикали и переиграли. По факту. Ликвид выиграть эту игру было намного сложнее, чем Дайер. Намного. Ну, они были на таймере. Причем на лютом. У них бесполезный тайт. Не самая, ну, тоже сильная четверка против вражеских героев. И, как мы видим, ну, Лишак, он не наносит рон вообще. То есть нажимается пайп, мейдж слейер и все. И у него буквально ноль рона. Причем он теряет всю свою ману за это время. И он становится вот прям реально юзлис. 54 косаря урона. Охренеть. У него практически в два раза урона больше, чем у любого героя на карте. Жесть. Ну, как минимум, чем у любого своего тиммейта. Причем он впитал за счет, понимаете, за счет лайфстила. За счет лайфстила. Он впитал 61 тысяча урона. Он впитал урона больше, чем ПЛ. То есть этот герой не просто наносит сумасшедшее количество демжа. Так он еще и неубиваемый параллельно. Понимаете? И вот в этом прикол, что, ну, как бы люди скипали этот агоним на копе. И это для меня было удивление. Ну, герой просто скрытый импопатч, вот пишут. Ну, киатака браво. Ну, типа, он не просто так лучший мидер этого мейджора. Он это доказал, еще вчера доказал. Уничтожил все сиписи в очной встрече. Теперь уничтожил нишу и уничтожил его команду. А, ну вот, видите, что такое ФП? ФП это значит то, что они заберут алхимика с медузы одновременно. Но пока что у Найн Пандес вообще супер. Очень сильно выглядит. И еще и Рамзес на сигнатурке. Наконец-то, наконец-то. Почему весь турнир, каждый керри на этом турнире играет на ТБ, кроме Рамзеса? Это же бред. Такого же не должно быть. Бокси номерания нужен, да, сто процентов. А, забыли, кстати, про Панголера совсем. Точно. Блин, этот герой такой сильный, но на нем так мало играют. У него даже очень высокий винрейт на турнире, но его по-прежнему почему-то очень редко берут. Условно, какой-то Сисич его рейтит прям жестко, а другие команды прям как будто бы о нем забыли. Ну, что, да, подождите. Это медуза 3, что ли? Как Дзекун? Теперь вы можете выбрать своих героев. Как вот Киатака, как получается, что он играет в абсолютнейший фри-драфт на своем самом сигнатурном герое? Это потрясающе. Слушайте, ну прикольно. Найн Пандас сейчас могут далеко закатиться, на самом деле, так. Мне нравится у них пик, у них офигенный драфт. Шэдо Демона в итоге я оказался пятеркой. Я вам скажу так, у Ликвид хороший пик, и ШД здесь реально много чего может делать. Но Киатака, сука, я не знаю, но он всегда создает ощущение, что он в катку в соло выиграет. Поэтому я хз, если честно, вообще. Ну что, погнали смотреть. Вторая карта, Ликвид, Найн Пандас. Найн Пандас ведут 1-0. Такой кринж, да, что у них до сих пор нету их тега, и они под старым тегом играют. Команда практически в финале, в гранд-финале мейджора. Че, неужели сложно картинку поменять в Альф? ПП, а? Для шторма, для шторма. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну он втащит это, я хозаик. Мне кажется, он это втащит. Блядь, ну вот как? Он же... Он же вообще на шторме просто папа нереальный. Теперь я буду смотреть эту игру с ощущением, что он их просто уничтожит. Сразу с когтями приходит шторм на мид. Какая же, конечно, грязь. Просто лишние 9 урона получил. Ну тяжело ему будет на панга стоять против такого шторма. Он сразу же начинает с ним трейдиться по хп, и, естественно, когда у шторма 65 урона, тебе впадло с ним по хп трейдиться. В топе... Ну в топе, если только Микки подставится. Ну вот так вот, например. Хотя... Антарес. Да, да, убили Микки. Мейера в итоге залутал хпу. Линия стоит на него. А у него нету, кстати... Ой, нет, все-таки убили, кстати, в боте каким-то образом Рамзеса. У него нету вортекса. Просто забили до смерти, да? Или что? Да, просто забили его, и все. Нажимается глиф от Радиент. Дайвит у нас Микки. Мейера без файрфлайя. Нажимает стики. Здесь же Роджер. Пошел файрфлай. Инсения. Пошла бочка. Есть стики и сапог, на самом деле. Он должен, по идее, здесь спасаться. С стики? Да, стики нажимает. И нет, все равно не хватило. Не хватило ему хп, умирает он. Потрейдил у нас Инсения Мейера на Микки. Ну еще Инсения точно умрет. У Роджера есть мана, да? Антуарес убивает еще одного героя. Летит Скаймаг. Пытается потрейдить. Роджер. Опять же, второй спелл на четвертом. Доджит урон с первого спелла. Еще тычка. Еще тычка нужна для Бокси. Роджер джукает. Пытается задвинать. Ой, Роджер, как играет. Боже мой. И в итоге Бокси умрет тоже от Антареса. Нет, здесь уже бочка от Микки. Но все равно Бокси умрет здесь от Мейера. Да, он не успел задвинать. Антарес. Пытается жить. Еще одна тычка. Даст или нет? Даст или нет? Да, дает. То, что здесь сапог. Пипец Роджер хайлайта делает. Это что такое вообще? Охренеть. Очень жестко в аванс сыграл в этот момент. Ну, вот так вот. Ниша. Левел 6. Покатился. Ну, все. Руна не нашел. И руна для кей-атаки. И это Аркейн руна. Ай-яй-яй-яй. Он хочет умереть за эту Аркейн руну? Нет, он знает, что Шторм пятый. Боже, хорошо сыграл на Пангалере. Если бы он этого не сделал, то Шторм бы забрал бы просто Аркейн и был бы шестой. А в итоге он вынудил Антареса забрать эту руну. Но умер. Но умер. Хорошая игра от саппортов, конечно, Рэдиант. Майн Пандес потрясающе выглядит просто. Во-первых, они оверпикают две игры подряд. Ликают вообще какую-то херню против... Ну, как бы... Ну, они их реально от драфта уничтожили. Вот все. Просто две игры. Что-то вот эта тройка Медуза от Зая вообще не внушает доверия. Так. Нашли у нас Бокси. Бокси умирает. За Заям побегут? Нет, за Заям не бегут. У него еще есть Тики. Его тяжело убить. В итоге нашел свой килл. Так. Попытаются убить Киотаку. Пошел Прокастик. Ниша. Не самый лучший, конечно. Толчок от него. Киотака играется с ними. И выбивает ульту. Плюс активка. ДД. ДД у Ниши. С активкой повезло. Инсения. Один на один против Роджера. Роджер гранату. Пытался добить Инсению. В итоге не хватило урона. Ниша пошел до конца. И нашел свой килл. Но его забрал Инсения. В топе. Давит у нас Микки. Микки без ульты до сих пор. Боже. Девятая минута. Керри Алхимик. Левел 5, ребят. Чтобы вы понимали. Тут почти седьмой НТБ. Но, конечно. Несмотря на две смерти. Натворд все равно иметь достойно. Потому что это Алхимик. Потому что это Алхимик. Так. Бокси пришел. Нужно сбрасывать бочку. Мейера умрет. Пытается здесь быстренько. Да. Все. Добил шестой. Теперь уже так на него не докопаешься. Ниша пока что забыл демеджем. Ну, Киатака походу хочет его засолить. Да. Ё-моё. До конца пойдет. Есть вортекс. Сики. Ниша. Бежит. Прыгает. Второй. Киатака. Без ресурсов. Очень. Это вообще какая-то битва просто. Битва просто не. Сильнейших воинов. Инсения левел 6. Есть у него уже ультимейт. Роджер пятый левел по-прежнему. Видит Антараса. Ну, стакует. Ну, вообще, по идее, должны убить с Пангалером. Пошла ульта. Сайленс на Роджера. Нужно катать. Еще и ульт от Инсении. Прекрасный по Роджеру. Скорее всего, должны двух героев убивать. А нет. Антарас выжил. Ну, второй спелл Оракла, конечно, пипец много. Но это имбища какая-то, реально. Рамзес на ТБ. Всю жизнь играет. Как бы так. Прыгают на нишу. Ниша ПТ плюс Брейсер. Он очень плотный мэн. Но три героя должны его все-таки запинать. Подставился он. Да ладно, мисс! Мисс проходит у Штормана. На 30 хп выживает ниша. Нет, все-таки Киатака тратит последнюю ману, чтобы его добить. Но ниша тут просто какой-то терминатор по выживанию. Нажимается смок от команды на Инпандос. Идут на Алхимик. Алхимик без ульты на фулл ману. Влетает Киатака. Есть Вортекс. Летит у нас Шедоу Демон. Он его подсейвить. Будет... Да, успеет? Но это не подсейвит его. Он все равно умрет от третьего спала Оракла. Да, умирает от третьего спала Оракла. Еще Инсения сам должен умирать. Да, он просто прилетел. 2-3 килла. Идеально, идеально. И ниша раскатывает ультимейт. Киатака дожит все это. Но мана у него мало. Вряд ли отсюда, конечно, ему получится уйти. Как же ниша хорошо катается. Попробует добить Киатаку. Ой, как хорошо катается. Но ультимейт получает у нас Киатака. До конца за ним не идет ниша. Но Сапа должны умирать. Притягивают еще и убивают в боксе на разворотике. Атака. 120 маны есть. Бегут за ним. Бегут за ним. Ну, надо еще кидать Змейку. Змейка замедлит с Филактерия. Да, летит Змейка. Пытается сделать тэп аут. Второй спелл успеет. Успевает. Боже мой. Какая идеальная игра от команды Nine Pandas. Пришли, забрали 3 трек килла. Выжил Шторм. Умер Алхимик. И в это время все еще Террублейд. Фулл фрифарм. Еще и выбили Медузы ЗТП. Она супер немобильная. Ей так впадло вообще по карте двигаться. Так, Антуарес. Много-много там прилетело, конечно, дэмэджа. Ну, нету еще Диффуза у Пангалера. Так. Панга. Прыгает на него Шторм. Ульты нету. Подсевили его. Есть ультимейт у нас от Инсене. Ниша. Есть первый спелл. Нажимает первый спелл. В это время ему дали лассо. В итоге Ниша умирает. Мейера. Сейвит его. О, как же Оракл сейвит. Но все равно хватает урона. Бокси умирает. Здесь же Зай. Геатака просто режет раков. Нет никакого дизейбла на этого Шторма. Он просто делает, что хочет в этой игре. 5-1-5. Ну, вот и я говорю. Блин, в Медузе вообще ноль урона наносит. А-ха-ха. Это вообще, этот герой, это просто пиздец. Успеет Змейку сейчас кинуть. Так, полетела Змейка, потом героем вернулась мана. Но не... Там еще 20 стиков. Что за хрень вообще? Что с героем? Герой пипец просто. Ну, его надо игнорить. Я не знаю. Его надо просто игнорить. Пофиг на эту Медузу. Блин, но он нереально на Шторме тут. Ну, он очень круто играет. Ну, реально лучший мидер в мире на данный момент. Ну, прям вообще на несколько голов выше всех. Бегает по трекам. Видно его. Тысяча преимущества. Ну, слушайте, это тысяча преимущества, но они с Алхимиком играют. Вы должны понимать, что если был бы здесь любой другой керри, то Рэддин бы уже намного больше вели. Ну, типа, эта Медуза, она юзлис будет в любом случае. Да, она не убила... Ой, Мейера хуйню сделал, нереально. Да, она не убиваемая, эта Медуза. Убили у нас еще и Оракла. Что он вообще делал под Т2? Что-то как-то пытались на лоха убить Алхимика, но Алхимик плотный. У него почти 2к хп, ультимейт. Рома фармит. Рома фармит. Ни в одну драку не подключался. Топ-2 на Творце у него имеется. Кая имеется. Микки рядом. Саленс, пошел. Картуется бочка. Ошибка. Ошибка. Абсолютно без варда играл здесь. Не считал этот смок. Немножко на Эмпандос начинает отдавать свое преимущество. Потихонечку Ликвид находит моменты, где их можно поднаказывать. Скоро еще будет Аганим у нас на Медузе. Ну ей пипец еще хп, конечно. У нее не так все хорошо. Ну и у Мейера не так все хорошо. У него 1-4, такой же Нэтворск. Нажимается Дасты. Роджер рядом. Пуржит Дасты. Хилит. Опять 100% просто ему ног магии. Добрый вечер. На 4,5 секунды. Роджер пытается выжить. Хилит себя под ультой. Ну что, этот герой просто брокинг хуйня. Ну вот серьезно. Это ненормально. В этой мете, я не знаю, это вообще. Напали на Медузу, ребят, это не самый простой таргет. Ульт Зай успевает нажать. Полетела змея. Спрятали его. Вернули. Так, кстати, Рамзеса пытается заберстить. А Роджер же все кнопки потратил. Рома умирает. А Зай выжил. Ну зачем же вы на Медузу нападаете, ребят? Прыгает Киатака. Полетела змейка. Очень больно Мейера. Пытается Роджер цевить. Ниша здесь же с дефузами. По-двоим дает первый спелл Мейера. Получает бочку. Ну, ликит просто на уровне. Ну, просто на скиле. Вот реально. Просто на скиле. Ну, блин, Рамзес, конечно. Нет, ну я понимаю, наверное, почему здесь. Нет, ладно, хорошо, дело не в Рамзесе. Зачем нападать на Медузу? Умножьте 1751 на 4. И вы поймете, сколько у нее здоровья. И прибавьте 1000. Чтобы вы понимали, сколько нужно ресурсов, чтобы убить этого героя. И еще параллельно она кидает змею, с которой возвращает ману. То есть у нее реально 8000 хп, без шуток, эффективного. У вас все будет хорошо. Сейчас ликит понимает, что у них за ним преимущество. Они могут даже пойти... Ой-ой-ой, киатаку. Могут сейчас попробовать поймать. Да, ниша его видит. Ультимейт. Ой, как хорошо. И под блинк. Ой-ой-ой-ой. Поплыли, поплыли у нас, конечно, на Нин Пандас. Уже не так им легко играть, потому что без 100 чена нет. Им нужно больше дисциплины. Им нужно больше понимания, что им нужно сделать. Чем просто нафармить. Ну, очень сильно киатаку, конечно. Игру себе сломал этими двумя смертями. Плюс здесь Сереса потратил на нападение на Медузы. Ничего не добился. Медуза дофармила себе уже Аганима. Но не знаю, кстати. Все-таки я теперь понимаю, почему он травла берет. Но невозможно этому герою вот так вот ползти по карте. Ну, тебе прям жить впадло становится. Так, Рассо. Нажимается на нишу. Ниша подставляется. Умирает. Хорошо, хорошо. Нашли себе пиковчик. Так, ну я положение поменял. Сейчас будет лучше. Так, Шторм прыгает у нас на боксе. Это фрикил. Убивает у нас боксе. Здесь же Пьер разбивает ему ТП. Мьера умирает. Но Мьера на боксе это идеальный трейд для лико. Роджер тоже умудряется уйти. Так, Киатака. Ой-ой-ой. Нашли Киатаку. У него Линза. И еще и Змейка Аганимная долетает. Сбивает ТП. Четвертая смерть для Шторма. Блин, он играет эту игру, как будто бы у них настолько все плохо. Короче, все сейв-зоны фармят ТБ. Шторм играет вообще в каких-то смертельных позициях. Пытается свой фарм выбивать. Прям вообще из последних сил. Хотя им просто нужно нормально поделиться, чтобы Оракл под ним стоял. И он просто улетал всегда, когда на него вот так нападают. Рома, кстати, все-таки купил Скади. Молодец. Ну, это было бы вообще просто абсурдно покупать БКБ после Яши Драгоменса. Нашли Антарес. Антарес умирает. Ликвид просто начинает по макро переигрывать. Инсения в позиции. Аегис у нас для Пангольера. Даже не читает, наверное, Пандес. Это дофармил БКБ ТБ. Они не командно вообще играют. Я ХЗ. Вот прошлую игру они выиграли просто за счет имбалансного драфта. В этой игре у них тоже рабочий хороший драфт. Но здесь нужно сделать чуть больше, чем с Бристом и Ченом и ПЛ. Когда ты просто дофармил, ты автоматом выиграл игру. Решение в фокусе героев просто максимально тупое. Нашли Инсению, кстати. Инсения успевает выжить. В итоге атака. А где же Роджер? Роджер успевает дать ультимейт. Рамзес нажимает БКБ. Бьет. Но здесь в итоге Ниша покатал суппортов. Все, убили, кстати, у нас Микки. Микки убили. Ниша не добил никого. В итоге хороший файт. Ниша пытается выжить. Здесь же Медуза. Добьют Мейера. Ниша без маны. Есть Аегис у него. Мейера добьют или не добьют? Походу не добьют, потому что... Да, Рош его сейвит. Очередной сейв хороший. Умирает Атака каким-то образом. А я его где-то не заметил. Его смерть. В итоге выбили. Да, где-то его все-таки в спине там запинали. Роджера... Роджера тоже запинают. Просто с руки. Надо перемотать, посмотреть, как и атаку убили. А, он умер просто. Ааа. Вот оно что. Его там хватило урона. ШД полная контраоракула. Он не дает ему хилить в ульте героя. В итоге ульт, по сути, просто чуть больше удлиняет жизнь. И все. Как у ВК саганима. Получается. Так, боксы с блинком. Убили его. Очень агрессивно он тут сыграл. Почти гоним у панга. 6000 преимущества. Да небольшое преимущество. Алхимика довольно просто убили. Ну, будем честны, конечно. Для Наймпандос был идеальный файт. Где они нападают на ШД первого. Тут ШД вообще папа, чтобы вы понимали. Тут ШД 9-5-10. И поэтому, конечно, Шторм должен быть огромным с Хексом, чтобы находить этого ШД. Подставляется. Опять играет один. Сейчас Саленс. Сюда Саленс дадут. Не успел. Не успел. Опять играет один. Киотака. Вообще просто в это время нападает у нас на Нишу. И Ниша умирает. Нет, Ниша не умирает. Он уже в шарт. Покатился. В итоге просто хилит его Роджер. Ниша на развороте. Пошел с Аганимом. С Аганимом. Нашли Оракула. В итоге это идеально. На самом деле таргет, с которого стоит начать. Рамзес 1. Полетела Змейка. Но решили дальше не идти. Подхилил у нас Инсения Нишу. Немного Шардом. Да, Киотака, конечно, из-за своей агрессии. Просто играет на волоске. Ну, вот за это его и любят, если честно. Ну, вот он хайлайт плеер. Вот, серьезно. Как бы он играет на тонкой грани между супер-апсером и супер-хайлайтом. Так, на Варде, кстати, могут напасть на Нишу. Но нужно нападать на Инсению. Да, Инсения идеальнейший таргет. Абсолютно идеальнейший таргет, на который нужно нападать. Не хватает урона, потому что киатака-то не стал прыгать. И в итоге Мьера получает ульт на Роджер. В итоге может подставиться. Ниша катится дальше. Аганимная Змейка пошла. Нужно убивать. Да, убили у нас Роджер. Роджер без бая. Здесь драка продолжается. Умирает Аджи Мьера под ультоки. Атака подставилась. Но поплыли. Поплыли. Это 2-1 ликвид в гранд-финал. В принципе, они больше не дадут им имбовый драфт. А как команда они, ну... Ну, просто на голову выш. Просто на голову выш. Ну, они просто не готовы. Они не готовы. То есть, то, что они делают, это просто не командные действия абсолютно. Но лоха. Один прыгает. Второй не прыгает. Третий не подходит. Пятый летит. Самый последний, когда уже драка проиграна. Вообще, никакой... Никакой... Сидишь и просто вот подбрасываешь монетку. Втачит тебе киатака или нет. И всё. И вот выпадет вот... Решка повезло. Не выпала решка. Ну, проебал. Ну, что киатака. Есть Хекс. Надо находить инсейнию. Пытаться его убивать. Но у него 2 косаря хп. Это не самый простой таргет. 12 тысяч преимущество у лик. Это не самое большое преимущество с алхимиком. Шансы ещё есть. Потому что бэтрайдер. Герой, который может... Ну, блин, ну ладно. Тут шедэ на 0 всех. У него 10, 5, 13. Он тут на 0 всех вообще. Если он стоит в позиции и не умирает, он не даст умереть вообще никому из своей команды. Зай прыгает первый. Понимает, что неуязвимый. Нашли Мейера. Мейера без БКБ. Мейера взрывает моментально. Роджер не готов. Отходит на Энпандос. Айгис имеется у ниши. 13 тысяч преимущество. Да фармил он башер. Поставил дальше Шиву. Так, боксы нашли. Убил одного. Второму Хекс. Нафидонил. Без байбека можно заканчивать котел. Пытается найти какие-то агрессивные плей. Но вот я опять же говорю. Это игра на грани типа гения и бездарного фида. И вот он по ней ходит. Потому что здесь, ну, больше нечего ловить. Я вчера же после стрима ставил на 2-0. Я сидел, наверное, час, думал. Может на 2-1 просто на победу поставить? Ну, мало ли. Мало ли. Они реально обосрутся, что-то отдадут. Я такой, эх. Ну и на кайф повелся, конечно. Там на победу было 1-3 и слишком мало. Ну, как говорил классик. Лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Так, Антарес тут пытается выжить. Прилетает Зай на травелах. И сейчас полетит змей, как агонимная. Под нее ульт полетит. Да, и моментально взрывают его. Ресается, кстати, у нас шторм. Мейера видит. Есть байбеки. И ресурсы, по сути, команды Рейзент в этом ТБ. Но ТБ в ШД. Против Алибар... Да зачем они? Они, я не знаю, они специально это делают. Они просто играют на эту нотерплость. Но я не понимаю. Я не понимаю этого просто. Может быть, это способ... Смотрите, Роджер, гений, психолог 2000. Это способ, чтобы, короче, ну, мораль в команде вернуть. Вот так вот фидануть, все посмеялись. И все такие, ну, как бы, с напряжения сняли. Ну, кстати, к ХГ все равно сложно ликой там заходить. Все-таки Бэтрайдер может всегда вывести. Ну, ШД сейвит от этого. Но если они будут выходить с базы, их будут вот так вот всегда наказывать. Опять, Бэт вот всегда... Всегда начинается драка с того, что Бэт куда-то вышел. Напал, блядь, когда в это время Шторм фармит. ТБ тоже... Ты, короче, вообще... Мейера сбавим. Ниша под руной щита. Прыгают. Нашли киатаку. Киатаку взрывают. Роджер, где? Нигде. Не тут он был. Атака был слева, он был справа. В итоге атака без бая. Рамзес уже алынет. Тут есть алибарды, если что. Нажимается ульт от Зая. Пытается он его... Да, он просто его отогнал. В итоге пол хп нет у Рамзеса. В итоге Микки подставился. Но нет рефрешера. Микки-то не убьют. Урон это у вас нет. Микки нажимает ультимейт. Рамзес нужно нажимать сандр. Нажимает сандр на Микки. Микки. Нажимается тайник. БКБ не нажимает почему-то. Уверен, что выживет. Да, окей. Он реально выжил. Умирает без ББКГ. Безидейная абсолютная игра. Я говорю, монетка. Выиграет Киатака или не выиграет? Один раз выпала решка, но два раза выпадет Орел, я уверен. Это 2-1 за ликвит, 100%. Они больше достойны играть этот финал. Это вообще даже не обсуждается. Так, лон друид. Нифига себе. Пошли заготовочки. Ну, пик сигнатурный у Nine Pandas опять. Могут выиграть. Драфт очень хорош. Я просто опять смотрю и опять на шторма ноль героев. Вау. Элдер Титан. А что, типа ликвит с ума сошли? Или это баг какой-то? А-а-а. Подождите, они хотят играть без станов против шторма, они типа вообще его в хуйню ставят? Очень странно. Но он должен на это выигрывать. В прошлой игре у них был скаймак, пунгольер. Даже та же медуза со змейкой Саганима пару раз его там нашла. В этой игре они решили вообще просто, ну вот, просто кроме банки алхимика и то, которое он может задоджить, у них вообще нет контроля на шторма. Абсолютно. Ну, в моем понимании, ликвит должен выиграть линия. Если, не знаю, мне не нравится. Мне нравится Титан. А остальное все просто, просто, просто идеально. Короче, я считаю, что Найн Пандас перепикали прям говнище. Инсене ФБ сделал на думе. Офигеть. Еще и Антарас умирает? Офигеть. Что-то поплыли, что ли, после первой карты? У них вроде хорошая линия, они всегда ее выигрывали. Вот так вот. Но остальные линии, смотрите, как хорошо стоят. 10-6. УТБ. Он стоит фулл фрифармит. В миде плюс-минус ровненько. Но вот пик вот этого Вич-Доктора, я вот хз. В решающей карте за гранд-финал. И это стратегия гладиаторов, причем. Вот этот Вич-Доктор Вис. Честно, даже интересно. Может, у него какой-то билд уникальный есть на ландруиде? Хотя, какой уникальный билд? Он на варде видит. У нас Антараса. Летит бочка фулл заряженная. Нет, это очередной килл. Антарас без ТП. Антарас только что летел мид, обузил банку. Роджер, посмотрите, приходил под то, что сапсами хотели надавить на Алхимика. Но в итоге Ликвиды воспользовались сапсом. И в итоге реализовали намного лучше. Но пока у Ликвид реально линии лучше. Рома должен включиться, в моем понимании. Если они хотят выигрывать гранд-финал, Рома должен включиться вот в этой игре. Так, давят его. На сигнатурке. На своем сильнейшем герое. Кто, если не он? Давят за ним до конца. Микки умирает в это время в боте. Чего, ТП никакого нет? Нет, летит Роджер. Летит Роджер. В итоге летит Каска. Рамзес, пару тычек. Есть капли, еще тычка. Рамзес выживает. И в итоге два саппорта выбили. ТП, бокси! До конца! Рамзес не дает себя ударить. У него ПТ, кайтит, стан. Зай, как же много хилится Зай. У него еще... Это вообще жесть, конечно. Посмотрите, они не могут их пробивать. Вот просто второй хил под тизером. Вторым. Просто нуль урона. Он фулл хп. И Антарес в итоге... Ой, он сейчас опять без ТП умрет. Нет, Сики, тычка. Бегут до конца. А, по тычке, да. Он опять без ТП умирает. У Антареса вообще в этом БУ-3 не идет. А он всегда на самом деле сиял. В этом БУ-3 у него вообще катка что-то не идет. И посмотрите, как все идеально на миде. Ниша 39 на 13. Выгнал и атаку на базу. Поднял ДД. Соло за контроль уруну. В итоге пробил половину хп вышки. Даже больше половины хп. Тысяча голды лик отведут. Умирает. У нас Террублейд в итоге в топе. Ниша перей... Ой, как сыграл! Потрясающе. Сейчас ставил скиллпоинт. В итоге просто перезвал медведя после вортекса. Не нафидил медведем. Сейчас заберет тавер в миде. Что, корни не прокают? Да, корни... Ой, успел! Не, Ниша вообще очень четко все делает. Он вообще готов был к нападению. Со скиллпоинтом моментально просто нажимает ульт. Забирает вышку. Просто в соло продавил. Ну да. Ликвиды все линии выиграли. Но они могут за 20 снести. Если они... Если они просто на скилле выигрывают все линии, они точно могут за 20 снести. 24 тысячи преимущества. Жадно, жадно, жадно. Их могут задавить за жадность. У них три героя хотят иметь слоты. Икспу. Ниша. Забирает руну. Напали на него. Нету третьего спела. Пытается килить бокс и стики нажмет. Не успеет. Не успеет стики боксами нажать. И в итоге хороший килл для киатаки. Киатака камбэкает. Пошел еще за бокси. Так, бокси нажимает тизер. Выживает в итоге. После того, как ему добавили вот эту вот возможность фармить. Убили по тп боксе у нас Мейера. Мейера был самый топовый на торс в команде Найн Пандас. Неприятно, конечно. Но он пока Медас купит. Пока он еще купит эти ауры. У Ликвид темп сумасшедший. В топе нападают на Зая. Зай. Есть Холилокер. Релокейта, как я понимаю, нету. Да, там пятый левел. Есть семь стиков. Нажал. Но не хватает. Не хватает. Все равно умирает. Летит на Мейера ультапарата. Очень больно ему. Килит его. Рамзес прилетает. Но. Блин, тут без шторма тяжело. Потому что шторм цепляет. Но у него все кд. Они убивали. Блин, ну зачем Рома тпшну снять? Наверное, думаю, они кого-то убьют здесь. Им сейчас тяжело убить. Вот мне не нравится ласпик Алдор Титана совсем. Вот был бы любой другой ласпик. Ну такой, знаете, героичек. Типа с дизейблом. Под стан. Или там, который выйти под мид может. С которым можно вот в доту поиграть. Уявляется Родианцу, Алхимика. 6 секунд ультимейт. Зая здесь у нас вместе с Бокси появился Рилла Кейт, если что. Убивают они Роджера. Очередной килл для Ликвид. Вообще не дают просто продышать даже команде Найн Пандас. Нажимается Рила. В итоге летит ультаппарат. Наход шикарный. Просто стрельба у нас от Инсейнии. Пару тычек. Успеет ли Бочку выкинуть? Успевает. Только не в того. Бегут за Мейера. Полетел ульт за Зая. Увез его Бокси. Но все равно хватает урона. Мейера умирает. Очень сильно Ликвиды давят. Посмотрите, они в пятером. На 11-й минуте. Куда он бежит? Офигеть. С ума сходит. У нас уже Микки. Просто байтит. Но у него 20 стиков. Успеет ли нажать? Притягивает его. Да, успеет нажать максимально. Просто моментально. Фулл ХП становится у нас Микки. Бежит за Киатакой. Нужно выпускать Бочку. Нет, выпускает ее в Роджер. Роджер только вышел из таверны. Роджеру больно. Роджер умирает. Зай давит за Киатакой. Знает, что маны у него нету. До конца бегут шары. Еще одна тычка. Успеет ли дать Бочку? В итоге Сайленс. Мы просто под фонтан бегут. Просто под фонтан бегут. И Мьера только вышел из таверны. Сразу же боксит за хер. Что происходит вообще в этой игре? Это пиздец. Они их под фонтаном на 12 минуте убивают. Или что? Я не понимаю. Это жесть вообще. Как же. Они их просто с говном смешивают. И Сенния! Попадает в бандаж с ультимейтом на фонтане. Убивает его. И он тоже не ушел. В это время Ниша. Две фышки сломал просто на Лондруиде. Пока его тиммейты под Т2 бегали. Рамзес все на это смотрит. У него телепорта. Чтобы вы понимали, даже нет. Он даже не мог прилететь. Абсолютно без шансов. Просто переезжают их. Ну просто на скилле снесли просто за 15 и все. Заруинили мне ставку. А потом решили снести. Бояки успел нажать ультимейт. Пытается его сберсить. И хватает урона. Да, хватает урона. Ой, как много Антарос забирает со стрика. Нажимается рила. Ну вот дизейблов-то нет особо. И в итоге Антарос просто пешком убегает. Хороший комбэк килл. И это еще регенерация от киатаки. Он может сейчас подождать, пока улетят, и прыгнуть на инсенью. Да, он так и делает, нет? Нет, 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 нет. Я думаю, он прям прыгнет на инсенью. На инсенье с сики повис. И, наверное, вряд ли его так было легко убить. Ну, ликвид прям скоро пойдут на хг. Я думаю, прям... Вот им БКБ на алхимике надо дофармить. И Аегис на ландроиде. И, по сути, уже можно идти. В принципе. Чтобы вы понимали, сейчас просто только 17 минута. У них в запасе, ну, минимум минут 15 еще. Минимум 15 минут, чтобы выиграть эту игру. Они уже за 17 минут лишили Найн Пандас каждого внешнего Таура. Видят сейчас Микки. Микки попробовать убить. Да, Микки убирает. Ууу! Успевает Блинк Дайгер Микки нажать. Еще и бочку до Сайленса. В итоге будут сейчас умирать. У нас команда Найн Пандас. Минимум Антарос. Да, Антарос умирает. Антарос без байбэка. Крипы рядом сейчас на хг зафорсят. Все, они дофармили свои шмотки. Нужно идти заканчивать в команде Ликвит. Им не нужно здесь ждать, пока они в гиперлейд выйдут. Пока Пайп Дум дофармят. Надо реализовывать Айегис. Пошли. Ну, прыгать на Ландруида тяжело. Да тут вообще тяжело, если честно. Кого убить? Микки ты не убьешь там БКБ ульт. Ландруида ты не убьешь там Айегис. Зай под виспом стоит 20 холи локетов. Ему летит Пайп, как я понимаю. Падает у нас барак милишный. Пытается Киатака как-то здесь дефать кейфов. Роджер отстанивается. Пролетает Рамзе с Аскади. Микки выбили ультимейт. Мейера замахивался на Думе. Ничего не вышло. Минус топ сторона. Даже без драки отдается она. 10 тысяч преимущества у команды Ликвит. Им ничего не мешает пойти на вторую сторону. Так как Айегис еще 3 минуты. Зая видно. У него Пайп. Ну, очень сложно, конечно. Так, Ниша. Начинает бить вторую сторону. Нажимает Мом. Прыгает. Ой, какой хороший третий спелл от Ниши Киатака. Ой, как Роджер кнопки нажал. Моментально Зая сбирает просто с мантой. В итоге умирает Антарес. Антарес Байпэком. Антарес выкупается. Моментально умирает у нас Висп. И Вичдоктор пытаются драться у нас дальше Ликвит. И Ниша. Айегис не закончился. Киатака поставился. Мог не умирать на самом деле. Роджер. Хороший стомп. Живут остальные герои. Микки прыгает. Добьет Роджера. Два героя, которые умерли без Байбэкантарес. Выкупился. Ниша. Через 16 секунд можно нажать Релокейт. Выбьют ли Айегис. Ниша. 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 Не теряет Айегис. Не теряет Солар. Как много урона. Просто как много урона впитывает Солар. Ниша. Полетела баночка по Рамзесу. У него нету меты. У него не будет next меты. Можно попробовать дальше пушить. Но ульты нету тоже у Ландроида. Опасно. Как же круто обошли в спину. Ну и Роджер просто идеальную растрещину дал. И смогли убить моментально Виспа плюс Вич Доктора. Это очень круто было от Найн Пандас. Ну. Вован молодец. На этом турнире прям предлагает классные вещи. В итоге на Зая нападает. Зая нажимает Пайп. Хил. Сой. С 20 холи локетов. Но сейчас его больше не убить. Ребята воскресе все кнопки. Роман умирает без Байбэка. Меты нету. Все под ультом аппарата. Пайп так и не выбили. Второй раз не получилось убить. Потому что Ликвид очень быстро вернулись. Забрали вторую сторону. Кираса почти у Алхимика. Минус Мид. Но тут конечно нет. Тут уже все. Тут уже все. Наказаны за жадность. Найн Пандас. Сыграли быстро, четко. Ликвид просто на классе в темп переиграли. Очень, очень круто. Ниша вообще потрясающе отстаял Мид. Сумасшедший вообще импакт на ландруиде. Так. Прыгают на Иссене. На Иссене. Блин. Солар плюс повис полторы тысячи хп. Что ты вообще здесь на шторме? Сделаешь. Мега хрипы. ГГ пишет Антарас. С Ликвид выходит в гранд финал. В принципе закономерный результат. Отжать у них уже одну карту. Это уже как я считаю. Нереально. Круто. Вот. Красавчик Ликвид. Ну блин. Это было и так понятно. Ну я не знаю. Я бы. Я вообще бы с ума сошел бы. Типа если бы они их реально прошли. Ну просто это было бы. Ну не то что несправедливо. Но ты типа смотришь как играет одна команда. Она выигрывает навсегда на каком-то ультра. Там я не знаю. Ну просто он втаскивает им игру в соло. И все. Ну нельзя в каждую игру в соло выигрывать. Это 100%. Ну как команда Ликвид. Но она просто ну более крутая. Ну типа. Ну просто более крутая. И все. В итоге. 27 урона только Шторм нанес. Под вышки. Один раз ударил вышку в миде. И все. Это весь тавер дэмэдж. Команды Панда. Ну. Я не знаю. Я не удивился вообще ничему. Типа. О. Ну он теперь на миде будет играть.